Библейский портал экзегет.ру представляет Мы с вами переходим к изучению 18-й экофизмы, которая включает в себя псалмы со 119 по 133. 15 псалмов составляют так называемую группу песен восхождения. Традиционно наши встречи записываются редакцией портала экзегет.ру в актовом зале Срединской духовной семинарии. 119-й псалом является первым в сборнике песен восхождения. Так эти песни называются, поскольку у них одинаковый заголовок. Одинаковым образом написан каждый из 15 псалмов. «Песнь восхождений», при этом как в масоретской, так и в греческой традиции. Разночтение только, пожалуй, есть в 120-м псалме, но оно существенно не меняет. Там в заголовке сказано «песнь для восхождения», добавляется один предлог. Поскольку текст псалмов восхождения ничего не говорит об их функциональном назначении, современные исследователи, они зачастую опираются на традицию, на традиционные предания иудейские, христианские, согласно которым пытаются идентифицировать как историю появления данных псалмов, так и их литургическое использование. Отечественный наш исследователь, протерей Николай Вишняков, совмещая святоотеческое предание с иудейским, считал, что «Песни восхождения» были написаны по случаю возвращения из плена Вавилонского, а затем они пелись толпами иудеев при ежегодных религиозных путешествиях их в Иерусалим для поклонения Господу. Так действительно, согласно Мишне, 15 ступеней храма соответствуют числу 15 песен восхождений в книге хвалений, и на них левиты пели песни. Итак, согласно еврейского предания, 15 песней соответствуют 15 ступенькам Ветхозаветного храма, на которых стояли левиты и осуществляли музыкальный аккомпанемент. Исследователь XX века отмечает, что псалмы восхождения в древности считались комплектом песней, набором, сборником, которые напивались паломниками, идущими в Иерусалим на ежегодный религиозный праздник. На богослужебное употребление песен паломников указывает неоднократное упоминание Сиона. Не исключено, что когда-то в Иерусалиме, как и в других культовых столицах Востока, существовала даже какая-то особая священная дорога – Виасакра, по которой проходили торжественные процессии паломников, восходящие во Святой Град. Рассмотрим теперь детальные содержания первого из псалмовосхождений. Первые два стиха на первый взгляд вступают во внутреннее противоречие. Так, в первом стихе автор признается, что Господь услышал его в минуту скорби. Однако во втором стихе он тут же просит Бога избавить от лживых, лукавых людей. Остается предположить, что до написания данного псалма автор молился Богу, и тот услышал его плач. Проблемы при этом не закончились. Пришло время новых трудностей. И теперь автор псалма снова молит Бога помочь. Во второй раз он опирается на прошлый опыт. Я вас звал, имеется в виду когда-то, и он услышал в прошлом. Лживые уста и лукавый язык, о которых говорится во втором стихе, это характеристика злонамеренных людей, у которых нет на устах истины. Они выдвигают необоснованные обвинения против автора псалма. Третья-четвертая стихи. Язвительные слова лукавых людей поражают, как стрелы сильного воина. Перед выстрелом из лука деревянные стрелы могли поджигать, чтобы они освещали поле сражения, зажигали одежду или деревянные сооружения защитников. Тучи падающих на голову горящих стрел – это летящие с неба горящие угли. Против таких стрел трудно было устоять. При этом сгоревшие стрелы невозможно было использовать повторно. В четвертом стихе эти стрелы отождествляются с горящими углями дроковыми. Дроковое дерево, по всей видимости, указывало на кустарник с длинными тонкими зелеными стеблями и маленькими немногочисленными листьями, ветки которого можно было использовать для изготовления метел или стрел. Редкое еврейское слово, обозначающее данное растение, дважды переводится в Синодальной Библии как «можжевельник». Был ли это действительно можжевельник? В этом нет никакой уверенности. Греческие переводчики псалма употребили выражение «углепустыни», из чего можно сделать вывод, что ветки данного растения давали древесный уголь. Точное название дерева греческие переводчики не указали. Возможно, в их время уже не знали, как выглядит данное растение, и поэтому они указали на пустыню как место произрастания этого дрокового дерева или, как сейчас его называют, ракитник. Язвительные слова злодеев наносят глубокие раны, ибо кончики их стрел остры, как мечи. У Бога также есть палящие стрелы. Его суд будет состоять в том, что враги поразят сами себя своим же языком. Не осуждая никого из конкретных людей, апостол Иаков пишет, что язык человека может освещать или осквернять в зависимости от употребления. К сожалению, нередко так случается, что из тех же уст исходит благословение и проклятие. Языком мы по апостолу Иакову благословляем Бога и Отца и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Склоняют человека к греху не столько иные люди, сколько козни духов злобы поднебесной. Поэтому апостол Павел советует христианам облечься во всеоружие Божие и взять щит веры, чтобы отражать им раскаленные стрелы греховных помыслов, посылаемых дьяволом. В пятом-шестом стихах псалмопевец жалуется, что ему приходится жить среди людей, ненавидящих мир. Он странник на земле, пришелец. Вряд ли Моссах, или точнее Мэших и Кедар являются номинованиями тех районов, где псалмопевец реально жил в шатрах. Скорее всего, он использует эти географические названия достаточно отдаленных мест, чтобы символически показать свое пребывание на чужой земле, ностальгию изгоя по родине, находящегося в окружении недружественно настроенных местных жителей. Мэших, или Моссах по Библии, был потомком Иофета, одного из сыновей Ноя. Связывая Моссаха с упоминаемым у Геродота народом Мосхов, некоторые ученые приходили к выводу, что первоначальное место расселения потомков Мэшиха находилось между Черным и Каспийским морем, или же в районе Малой Армении, к северу от Мелитина, это современная Турция. Святой Иларий Пиктовийский полагал, что это был Иллирик. Иосиф Флавий считал, что речь шла о Каппадокии. На картах XIX века территорию Мэшиха показывали в районе современной Грузии и Армении. Пророк Иезекииль писал, что жители Мэшиха распространяли ужас на земле живых. Загадочный царь по имени Гог, который жил в земле Магог, по всей видимости, был одновременно князем Роша, Мэшиха и Фувала. В VII веке до Рождества Христова Гог был олицетворением северных ваврских племен, а в I веке н.э. олицетворением союзников сатаны, который после тысячелетнего заключения в темницу восстанет на брань с Иисусом Христом, как об этом пишет Откровение Иоанна Богослова. Древнегреческие переводчики псалма не стали транслитерировать слово «мэших», а предпочли употребить значение данного термина – продолжаться, удлиняться. Тем самым они подчеркнули не только отдаленность, но и продолжительность пребывания псалмопевца на чужбине среди шатров кедарских. О потомках Сима, Ихама и Афета мы знаем мало. Есть предположения, есть гипотезы, есть традиционные предания. От имени Сим происходят семиты, семитские племена. То есть все те, которые связаны так или иначе с арабскими народностями, с, собственно, евреи тоже это семиты. То есть все те, кто как минимум восходят или ведут свое начало к Аврааму или к их праотцам. Они по преимуществу проживают сейчас на территории Азии. В отношении потомков Хама есть предположение, что они расселились по территории Африки. Загадочная персона Гога с его местным приживанием, Магог, вызывала и вызывает очень много разных вопросов и дискуссий. Я не хотел бы на этом сейчас останавливаться, потому что здесь необходимо затрагивать последние времена, битву с этим Гогом, апокалиптическое время. Вполне возможно, что автор Апокалипсиса использует это имя как символическое, как те самые рефаимы, которые в славянском языке переводятся как «врачеви». Разве врачеви воскресят и исповедятся тебе, читаемые в славянском тексте, а в древнееврейском это будут рефаимы. Разве рефаимы воскреснут и восстанут против тебя? И рефаимами назывались легендарные гиганты. По всей видимости, это были рослые, крепкие люди, которые составляли народности Ханаана, истребленные или вымершие после завоевания земли обетованной под руководством Иисуса Новина и потом в период судей. Но они вошли в израильскую историю как некий символ. Вот как фараон в последующем, особенно во времена Птоломеев, уже не играл никакой роли, потому что его не было. Греки Птоломеи правили Египтом, но образ самого фараона, он играл существенную роль. Как и в последующем образ Антиоха и Епифана, правителя Селивкидского царства во II веке до н.э. в последующем стал прообразом того, кто установит на святом месте мир за запустение. Итак, по всей видимости, эти имена отражают историческую действительность, и Гог был историческим персонажем, известной личностью, как в последующем уже в ново, или скорее я бы сказал бы уже в текущей христианской истории таким грозным человеком был Тамерлан. Может быть, и тогда Гог наводил ужас на всю окрестность и стал неким символом разрушения, опустошения. Но он умер и, следовательно, уже погребен. И поэтому говорить о том, что он где-то там живет и в буквальном смысле воскресет на суд, не приходится. Возможно, что в апокалиптические времена восстанет царь, подобный ему, которого будут называть какими-то зловещими именами. И в целом ужас, который он будет наводить на землю, будет подобен ужасу, который наводил этот Гог. Но в библейских текстах очень мало столкновений с этим персонажем. Он жил далеко. Мы чаще встречаем упоминания тех или иных филистимских царей, которые жили поблизости. Чаще встречаем упоминания о тех или иных египтианах, которые жили поблизости Кедар и Мешах находились достаточно далеко. И поэтому ярких, развернутых картин, что из себя представляли народности, мы не встретим. Если вернуться к Мосоху, этой дореволюционной карте, к сожалению, не очень ярко подчеркнуто это наименование. Обратите внимание на район, находящийся на юго-восток от Черного моря, Северный понт, или предгорье Кавказа в районе теперешней Грузии и Армении. Вот где-то в этих местах предполагалось и находился этот Мешах или Моссах. Как вы знаете, по старинному преданию, которое отчасти воспроизводит и митрополит киевский Илларион в XI веке, все человечество, человеческие расы, происходит от трех потомков Ноя – Сим, Хам и Афет. И вот европейские нации, по преданию, происходят от потомков Иафета. От них же и этот Мешах, он же Моссах. Интересно, что некоторые исследователи предполагают, что Моссахом обозначались не только скифские племена, но и те народности, которые в последующем основали город под названием Москва, Мосха. Но в силу амонимического звучания действительно проражется такая идея, ее все время обсуждал Татищев, Ломоносов. То есть эта идея не лишена своего основания. И в таком случае под таким Моссахом в еврейской письменности может восприниматься не конкретная маленькая группа какого-то одного племени, но в целом предполагаемое возможное нашествие с севера каких-то диких горных племен или вообще в целом северных племен, которые могут атаковать маленькое государство Израиль. Кедаром называлось племя потомков Измаила. Это племя обитало в сирийско-аравийской пустыне. Кедарцы вели преимущественно кочевой образ жизни. Жили они в черных шатрах из козьей шерсти. Кстати, героиня «Песни песней» говорит о себе сама так. Черная, но красива, как шатры кедарские. Основным занятием кедарских племен было скотоводство. Они торговали с финикийцами, овцами и козами. Кедар практиковал поклонение языческим богам и не менял своих религиозных убеждений под влиянием более сильных соседей. Их оружием были луки-стрелы. Самые ранние правители кедара упоминаются в аккадских клинописных надписях 8-7 века до н.э. Они были тогда вассалами Ассирийской империи. В VI веке до н.э. кедар достиг пика своего могущества, когда союз кедарских племен контролировал обширную территорию Аравии вплоть до границ с Египтом и Вавилоном. Во времена походов вавилонского царя Навуха-Доносора против кедара его жители вели мэролюбивый образ жизни, выращивая стадо овец и верблюдов. Исследователи считают, что единственный арабский царь, упоминаемый в Библии по имени Гешем, был одним из кедаритов. Гешем контролировал территорию на юг от Иудеи. Вместе с самаритянами он всячески мешал Неемии отстроить стены Иерусалима. Обвинял Неемию в намерении отпасть от подчинения персидскому царю. На завершающем этапе постройки стен города Гешем вместе с союзниками пытался лишить Неемию доверия в глазах народа, запугать и даже убить. Это было в V веке дружества Христова. Во II веке племена кедара, вероятно, смешались с жителями Набатеи и потом сошли со сцены истории. Согласно исламской традиции, от кедара произошли курейшиты, одним из которых был всем известный Мухаммед. Итак, мэшах для древних евреев – это олицетворение угрозы севера, а кедар – символ угрозы с юга. Может быть, автор псалма хотел выразить свои опасения, что эти варвары и бедуины могут нахлынуть на иудею в несметном множестве, как впоследствии Европу захлестнули потоки гуннов во время великого переселения народов. Но, возможно, что в словах «горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров кедарских», он выражает свое сожаление, что большую часть жизни проводит на чужбине, вдали от Иерусалима. Перед вами современная еврейская карта, на которой красным заштрихована территория от Междуречья, от Вавилона вплоть до Египта. Притом, даже захватывает она часть территории Египта, как минимум Синай. Конечно, это предполагаемая территория. Исследователи по-разному относятся к тому, что такое кедар. Это племя бедуинская, группа племен, или это в целом некое явление, когда эти племена жили достаточно однородно, ведя кочевый образ жизни, жили в соответствующих шатрах. Так или иначе, это слово употребляется не только в библейских повествованиях, но и в небиблейской литературе. Оно засвидетельствовало, повторюсь, клинописными табличками ассирийскими, а потом мы его находим в вавилонских разных историях. То есть оно играло существенную роль. Для израильтян кедаром могла обозначаться всякая опасность, приходящая с юга. Потому что, собственно, в Израиль было два входа, два пути исторических, как туда проникали народы. Или с севера, со стороны Дамаска, по узкой дорожке, как правило, спускались народы, идя по пути в Египет. Так вот, через земли филистимлян и финикийцев, через земли финикийцев и филистимлян попадали народы с севера. С юга могли народы попадать или со стороны Египта, или со стороны Эдома, который граничил с Иудеей. То есть с юга, если вы представляете себе, где находится Мертвое море, то представьте себе, что это примерно со стороны южной оконечности Мертвого моря, со стороны королевства Иордании. Вот оттуда, с Аравийской пустыни, могли заходить в Израиль какие-то кочевники. Реже, гораздо реже мы встречаем сведения о том, чтобы кто-то переправлялся через реку Иордан. Возможно, она была не такой высохшей, как в наше время, и поэтому даже не везде вброд ее можно было перейти. Служила естественным препятствием и естественной границей для попадания на эту территорию. Итак, два наименования, засвидетельствованные историческими документами, которые пусть не такие звучные, как Египет и Вавилон, но играли существенную роль в восприятии Израиля опасности с юга и с севера. Последний стих Псалма описывает причину конфликта с соседями. Он живет среди тех, кто ненавидит мир, то есть среди агрессивно настроенных людей, которые выступают за войну. Сам же он выступает за мир, называет себя человеком мира, что в сжатом выражении приобретает форму «я» — мир. Их лживые уста и лживый язык воспитывают в обществе ненависть, подрывая основы его безопасности. Сам же псалмопевец, вероятно, подчеркивает свою заинтересованность в продвижении общественной сплоченности, поиску взаимопонимания среди граждан, культивирует в подрастающем поколении идею добрососедских отношений. Напряженность конфликта подчеркивается в последних словах псалма «Я только заговорю, а не к войне». Оппоненты-псалмопевцы не хотят вступать в диалог. Они не только не прислушиваются к его словам, но и в каждом его слове ищут повод для развязывания войны. Святитель Афанасий Великий полагал, что 119-й псалом — первый из песней степеней, который воспевает народ Богу, находясь в Вавилоне, скорбя о продолжительности плена и умоляя Бога освободить. Как и иные греческие отцы церкви, Александрийский архиепископ полагал, что каждый из псалмов восхождений говорит об определенных этапах возвращения евреев из вавилонского плена в восстановление Иерусалима и его храма. Альтернативный заголовок данной группы псалмов в песне степеней или ступеней позволял таким святым отцамках Иоанн Златоуст усматривать в псалмах восхождений не только буквальный, но и переносный смысл. Путь из Вавилона по Златоусту подобен ступеням, которые мало-помалу возводят человека добродетельного или ума-мудрого, до самого неба. Ступени такой лестницы, которая стоит на земле, а вверх ее касается неба, напоминают лестницу, которую видел во сне патриарх Иаков. Лестница ведет от земли к небу, по ней восходят ангелы и святые люди. Она опасна, с нее можно упасть, если у находящегося на высоте человека от гордости закружится голова. Но что же побуждало и побуждает подвижников благочестия оторваться от земли и предпринять нелегкий путь восхождения на небо? По Златоусту любовь к небесным благам и желание горнего Иерусалима. Как ни парадоксально, толчком к этому пути может послужить скорбь. «Ко Господу возвал я в скорби моей» такими словами начинается 119-й Псалом. То, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие, это прописная истина. Однако то долгое время, которое мог жить псалмопевец рядом с ненавидящими мир, в контексте истории вавилонского плена ограничивалось периодом в 70 лет, в то время как бытие в небесном Царстве, приготовленном для любящих Его, теряет свои измерения и превращается в жизнь вечную. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok